Работа светофоров, обустройство пешеходных переходов, изменение автобусных маршрутов, более 20 вопросов, которые касаются Организации безопасности дорожного движения, обсудили члены комиссии за два с половиной часа. И первый вопрос, который уже месяц не дает покоя автолюбителям. Почему на перекрестке проспекта Героев и улицы Тернавской установили такой неудобный режим работы светофора? Ждать приходится долго. Люди привыкли, что, если не перейдут в перепресток, проедут тоже. Режим работы установлен при движении по улицам проспект Героев и по улице Тернавская в районе 25 секунд. Режим работы светофорного объекта, пешеходных объектов в настоящий момент составляет 27 секунд. Пришел новый контроллер, сейчас тестируется. Режим работы светофора будет установлен 17 секунд и дополнительно еще будет 17 или 20 секунд при пресечении пешеходами улицы Тернавская. Это от магазина «Голосок» и от поля 5-8-й района. Неудобств много, но если они связаны только с тем, чтобы повысить безопасность пешеходов и транспорта, тогда можно и ждать. Но ждать приходится долго. Директор Балакова спецстроя попросил разрешение на обустройство подъездных путей к будущим многоквартирным домам возле лицея номер один на берегу Росительного канала. Правда, по документам домов пока нет, строится турбаза, но с прицелом, так сказать, на будущее увеличение этажности. Директор гимназии номер один беспокоится о безопасности маленьких пешеходов. Возле учебного учреждения постоянно снуют машины. Я сегодня пришла, потому что у меня перед гимназией, это парковая зона, там уже начали ездить между домами 127 и 117. То есть там вообще нет никакого проезда, а там устроили вот это вот автопати, так называемые. То есть они уже не с этой стороны, не с этой подъезжают, а уже вот по парковой зоне начинают проезжать. Здесь турбики бетонные, да, потому что там, в принципе, подъехать к этому дому можно со стороны пионерства. Давайте вам разрешим за ваш счет столбики установить. Ну, а зачем? Зато, представляете, как-то своими руками все сделано будет. Нет, у меня есть дополнительный столбик. А, ну, вот теплее. Сейчас заход демонтировали, но просто... То есть вносится предложение, значит, разрешите установить, но тогда как-то все-таки это более-менее, как культурный вид был. Да, где установить, мы вам порекомендуем. То есть принципиально мы согласны с установкой, да? Принципиально место покажем, да? Кто за, а кто правы сам принимается. Спасибо. Спасибо. На улице Телевизионная водители из-за плохого состояния дороги едут по отремонтированному тротуару, поэтому местные жители попросили поставить ограждение. Но им в этом отказали, поскольку решили в следующем году восстановить дорожное полотно. Мы можем, наверное, попросить вас периодически, если есть такая возможность, посмотреть на решительные, в рамках профилактических действий, любого решения. Ну что, значит, мы отказываем на установке ограничений, а сами себе тогда, значит, в ДХБ, в перечень поручения записываем, что в 2018 год просмотреть финансовые, при наличии финансовых средств, возможность восстановления, значит, асфальтового покрытия вот этой внутриквартальной дороги. На Саратовском шоссе перед мостом решено установить дорожные знаки со стороны ресторана «Патрикс Паб», поскольку в скором времени на эту сторону планируют перенести камеру видеофиксации. Ну и вот, я думаю, что вообще возражений нет. Поэтому предложение такое удовлетворить, когда Тайского, Пришакова, Саратович, Тузак, одиногласно. В 2018 году должны появиться новые автобусные маршруты через новый мост. И один из предложенных вариантов обсудили на заседании. Он разработан на основе рекомендаций жителей первого и четвертого микрорайонов и должен соединить островную часть города и проходить через улицу Шевченко, где вообще нет пассажирских маршрутов. Идет по улице Титова, Академика Жук, больничный городок, по улице Комсомольской, до Гагарина, до Чапаева, по Чапаеву до факел социализма. Факел социализма проходит до Гагарина, потом через новый мост. Он идет дальше по 30 лет победы до Степной, потом поворачивает налево по Степной на проспекту Героев. По проспекту Героев доезжает до набережной Леонова, по набережной Леонова идет под мостом до Строительной и идет по Строительной, Каховской дружбы, Шевченко. Проходит по Шевченко, выезжает на Малую вокзальную и следует дальше по Малой вокзальной до Комарова, поворачивает направо мимо первой переклиники, потом на Минскую заходит и поворачивает налево на набережную Леонова и дальше делает круг вокруг первого микрорайона. Предложение такое, уважаемые коллеги. Мы тогда секретарем комиссии Кирилл поручение наложить эти маршруты, посмотреть какие пересечения есть, наметить тогда на графический материал количество остановочных павильонов, которые было озвучено в предложениях. Мы в Суаши тогда, как это недорожная служба, у вас отдел, который занимается расчетом, посмотрите, какое количество средств необходимо для устройства, в бордюре, в камне, в асфальте, в покрытии, основная политика, сколько потребуется средств дополнительно. И членам комиссии предлагают войти в состав рабочей группы, может быть, не в полном составе, а в более узком, и провести обследование тогда. Кроме этого, предложили изменить частично движение 9 маршрута с заездом в 3-й Г микрорайон. Это обсудят на выездных встречах.